Боли в ногах, беспокойство вечернее и ночное в ногах, судорожная готовность, судороги в ногах, отечность нижних конечностей. Одни из самых, к сожалению, популярных состояний для современного человека. Да, наверное, и для наших пращурок. Чем и как мы можем в этом плане себе помочь? И что является основной из причин? И как с этой причиной нужно справляться? Хочу сразу вам сказать, уважаемые друзья, что все проблемы, которые связаны с нижним конечностями, специально делаю акценты на окончании слов. Некоторым из вас это не нравится. Но я специально это делаю для того, чтобы у вас записывалось это на подкорке, что орган, который отвечает за все эти состояния, его состояние этого органа, это один из важнейших органов в нашем организме. И названием ему является имя печень. Именно печень. Потому что печень является самым большой железой в нашем организме, производит огромное количество химических соединений. Недостаточность, даже одного из которых в части утилизации, в части уничтожения продуктов распада нашей жизнедеятельности, приводит к такому состоянию. А какой же это продукт нашей человеческой, ежедневной жизнедеятельности? Это молочная кислота. И если наша печень не вырабатывает достаточное количество ферментов, химических соединений для того, чтобы уничтожить молочную кислоту, вот эта молочная кислота в количестве миллиарда ежей и ежиков, начинает бегать по нашим ногам. Начиная от седалищных бугров и заканчивая мизинчиками на наших стопах. Итак, что мы в этом части можем себе позволить? И что мы должны сделать для того, чтобы улучшить состояние своих нижних конечностей? Не каждый из вас, к сожалению, в силу разных причин, может в буквальном смысле дотянуться до ваших ног, до своих ног. Но помните, пожалуйста, о том, что ваши ножки представлены у вас на руках. О том, как улучшить радикально, кардинальное состояние своих ног и в этом случае помочь главному ответчику за здоровье ног нашей печени, мы подробнейшим образом поговорим на нашем авторском вебинаре, на нашем, на наших занятиях, на нашей конференции под названием «Конструктор самочувствия». Ссылочка под этим видео. Не пропускайте, друзья, не пропускайте, приходите. Помните, здоровые и здоровые печени растут здоровые ноги. Вот они, две ножки у вас на левой ладошке, ножки на левой ладошке. Вот у вас еще две ножки уже на правой ладошке. Видите? Даже следя за моими руками, абсолютно нефокусными. Вот. И что я уже делаю? Я начинаю воздействовать. Я начинаю воздействовать на свои нижние конечности, на проекции своих ног, на своих руках. Вот растирание наружной поверхности сверху, вот этого пальца третьего, четвертого, это что мы с вами делаем? Воздействием на бедро. Воздействие вот на эти сочленения, мы с вами что делаем? Профилактируем и помогаем в состоянии наших коленных составов. А воздействие вот на эти места, вот на эти места, мы с вами улучшаем одно из самых секретных мест в нашем организме. Одно из самых очевидных, но тем не менее, самых секретных. Потому что до сих пор нейрофизиологи не могут ответить на вопрос, почему же большая перцовая кость у нас лишена практически мышечного обеспечения? Итак, если вы правша начинаете помогать своим ножкам на правой руке, по этой, по этой, по этой, по этой поверхности. Потом переходите на внутреннюю поверхность, вот таким вот образом. Потому что это место, там где у нас проходят седалищные нервы. А вот это вот местечко, вот эти пучечки у нас, это наши стопочки, которыми мы ходим по земле, по нашей грешной, вот. А на них 72 тысячи окончаний. Но мы же не можем до них дотянуться на стопах. Поэтому те же 72 тысячи окончаний представлены у нас здесь, представлены у нас здесь. Хотите, делайте так. Хотите, делайте так. Хотите, делайте так. Проработали в течение определенного времени. Получили ощущение тепла, получили ощущение устойчивого. Устойчивого тепла в этих пальчиках, если вы правша. Переходите на левую. Вот, переходите на левую ладошечку. Переходите на левую ладошечку. Делайте то же самое. Не сидите, сложа руки, а занимайтесь своими ногами. Занимайтесь своими ногами. Умничайте! Лазайте по книжкам, лазайте по источникам. Но не теряйте время. Не теряйте время. Вот. А если вы левша, конечно, вы начинаете с левого приложения. А потом уже переходите на правое. Итак, разработали наши ножки. Разработали наши мышцы на ножках. Разработали наши артерии. Разработали наши венулы. И в этом смысле я хочу вам сказать, что очень хорошо, что у нас есть эти пальцы, есть эта локализация. Потому что те из вас несчастные, которые имеют грыжи Бейкера под коленными суставами, а там находится важнейшая точка управления сосудами под названием Вэйджун. Только не Е, как некоторые из вас умников пишут Е, а Э, Вэйджун, Вэйджун. Так вот, Вэйджун находится в центре подколенной складки. А если там грыжа Бейкера, вы туда никак не зайдете. Потому что это крайне опасно. А здесь грыжи Бейкера нет. Но точно так же представлена эта точечка вот здесь. Вот в центре вот это складочки. Раз. В центре это складочки два. Это ваши подколенные складочки. Проработали здесь определенное количество времени. Не буду специально говорить которое время. Вам мозг ваш покажет, насколько вам в этом месте становится комфортно. Левшапры, левши проработали здесь. Правши проработали в этих местах, можно одновременно. Потом перешли на левую руку. Вот мы с вами отпрофилактировали сосудистый тонус артерии. Представьте себе артерии нижних конечностей. Из общего числа 127 километров сосудов. Львиная доля. А это 57 процентов. У нас сосудов находится на нижних конечностях. А мы взяли их и проработали на собственных руках. Теперь дальше, что мы с вами делаем? Мы с вами теперь укрепляем систему, которая поддерживает сосудистый тонус. А это каким образом мы с вами делаем? Сосудистый тонус. А мы с вами переходим на знаменитую точечку спины. Вот она, знаменитая точечка спины. Вот она. И попробуйте кто-нибудь сказать, а где она находится? Вот тут она находится. Вот тут она находится. Вот она. Найдете сразу. Найдете сразу. Умники и умницы сразу найдут эту точку. А кому то, извините. Вот. Лемши начинают здесь. В течение 40-50 секунд. Очень важно. С той точки зрения, что вот в этой, вот в этой части проекции мы можем говорить смело о том, что мы с вами на что воздействуем? На ягодичные бугры слева. А здесь мы с вами воздействуем на ягодичные бугры справа. То есть, то, что у нас очень часто страдает наше седалище. Немеет. Сидите вы долго за компьютером. Или еще за какой-нибудь хренью на овощной базе. Немеют ягодичные мышцы. Ягодичные мышцы занемели. Признак ишемии. Чего? Правильно. Пояснично-крестцового отдела. Позвоночника. А занемели мышцы ягодичные. Появилась ишемия в области пояснично-крестцового отдела. Широчайшая мышца выходит из строя. Что начинает страдать? Правильно. Трапециевидные мышцы. А трапециевидные начинают мышцы страдать. У нас начинает страдать система скальпа. А начинает страдать система скальпа. Меняется. Чего система? Правильно. Сухожильного контроля за межмозговыми оболочками. Вот вам и секрет. Каким образом, воздействуя на спину, мы с вами улучшаем состояние внутричерепного давления. Это мой ответ Чимберлену. Тому умнику, который... Ну, одним словом. Тот, кто смотрит за мной, тот найдет ответ. Может быть, это личная неприязнь. Вы когда-нибудь испытывали личную неприязнь? Я такую испытывал неприязнь. Я ж кушать не мог. Помните? Так вот, есть некоторые из вас, которые так смотрят на меня, такую личную неприязнь. Так я сейчас не об этом. Я сейчас о пояснице. Левша отработали у себя здесь в течение полутора-двух минут. Перешли на это место. Правша отработали у себя здесь полторы-две минуты. Перешли на это место. И для общего улучшения тонуса. Чего? Правильно! Дуги аорты. Потому что мы не можем без дуги аорты. А почему мы не можем без дуги аорты? Потому что левая и правая сонная артерия помогают запитывать задние позвоночные артерии. Ребята, запитали мы позвоночные артерии. В голове стало легко. Посмотрите, как мурашки побежали. Вот еще одна. Вот. Так это я о чем? Так это я о том, что наши сосуды не только нижней конечности, но и сосуды головы очень тесно связаны между собой. Недаром нам Господь Бог дал малый и большой круг к обращению. Так вот, для того, чтобы ваши ножки не болели, для того, чтобы судороги вас не доставали, для того, чтобы вы ногами не сучили, как синдром беспокойных ног, делайте, пожалуйста, вот эти вот упражнения, связанные с пальчиками, с пальцами. Делайте, пожалуйста, упражнения, связанные, направленные на улучшение состояния поясницы, спины. Делайте упражнения, которые вам позволяют улучшать качество сосудов. А вы думаете, старый дед забыл, сидит уже, сопли жует. Нет, сопли не жую. И о третьем упражнении я вам пока еще ничего не сказал. Какое это упражнение? Правильно! Это упражнение дыхания раковины. Потому что мы с вами через зубчатые мышцы и через лестничные мышцы шеи улучшаем надежность нашего мозгового кровообращения. Итак, вдохнули, резко выдохнули и в течение пяти секунд, не дыша, превратили себя в самую красивую бабочку под названием Butterfly. Но вы-то уже можете прекратить восстановить дыхание, а я, ребята, полетел. Пока! О том, как улучшить радикально, кардинально состояние своих ног и в этом случае помочь главному ответчику за здоровье ног нашей печени, мы подробнейшим образом поговорим на нашем авторском вебинаре, на нашем, на наших занятиях, на нашей конференции под названием Конструктор самочувствия. Ссылочка под этим видео. Не пропускайте, друзья! Не пропускайте! Приходите! Помните! Здоровой и здоровой печени растут здоровые ноги!